Короче говоря, чит-коды в реальной жизни. Сегодня я ностальгировал по старым играм. Рубился в КС 1.6, гонял в Need for Speed и, конечно, беспределил в GTA San Andreas. Раньше эта графика казалась мне клёвой, а теперь она просто поражает воображение. Я решил прикоснуться к святыне, достал кейс с верхней полки, поставил на стол, дрожащими руками открыл его. Извлёк из кейса потрёпанный листочек с чит-кодами для GTA. Я передам его своим внукам, как когда-то мне передал его мой дед, но сперва попытаюсь вспомнить хоть один код по памяти. Вспомнил абсолютно все, прослезился, бегло кинул взглядом бумажку, перевернул на другую сторону. Тут тоже были какие-то коды. Странно, раньше я не обращал на них внимания. Сверху было указано, что это чит-коды для реальной жизни. Какой-то бред. Я скорее начал набирать их на клавиатуре. Первый код, гарантировавший мне кучу денег, походу не сработал. Уберу листочек обратно в чемодан. Чемодан был набит пятитысячными купюрами. Неужели это действительно правда? Алло, Серёг, ты правда обронил у меня дома 7 миллионов рублей на покупку квартиры? Приходи, забери. Пришёл Серёга с офигевшим лицом. Забрал кейс с деньгами, извинился за свою неуклюжесть и убежал к себе с воплями радости. Вот счастливчик. Ну ладно, попробую ещё разок. К примеру, введу код на бесплатную пиццу. Едва я ввёл последний символ, на столе тут же появилась аппетитно пахнущая коробка. Это сработало. Поставлю этой службе доставки 7 баллов из 10. Слишком долго ехали. Доев пиццу, я решил изучить листочек с кодами досконально. Здесь был код на крутую тачку, на огромную яхту, бессмерти и бесконечные деньги. Прикольно. Но я ввёл самый полезный из них. Несмотря ни на что, всегда получаться красивым на фотографиях. Как тебе это удаётся? Я от природы красивый. Идеально. А теперь введу парочку более интересных кодов. Ввёл код на огромную яхту. Выглянул в окно. Вот я придурок. Возле яхты стала собираться пробка из машин. Я тут ни при чём. Нужно подумать, чего именно я хочу. Я хочу суперскорость. Ввёл чит-код. Метнулся на кухню. Метнулся на первый этаж. На Красную площадь. В Австралию. Вернулся домой. Судя по секундомеру, это путешествие заняло у меня меньше минуты. Теперь сэкономлю на метро. Введу код на то, чтобы беспределить на улицах и чтобы за это мне ничего не было. Код сработал не совсем так, как я ожидал. Но главное, что сработал. Переоденусь от греха подальше. Решил пока не лезть на улицу, а сделать что-нибудь полезное в квартире и для самого себя. Сделал бесконечную еду в холодильнике. Очистил комнату от бардака и хлама. Изменил погоду за окном на солнечную. Попереключал ещё несколько режимов погоды. А также ввёл код на безграничную силу. Сперва поднял над головой диван. С лёгкостью. Почти без труда разжевал ириску. Расплюнуть. Разъединил две детальки лего. Как я могуч. Открыть звёздочку так и не вышло. Попробую что-нибудь ещё. На этот раз ввёл код на управление временем. Проверим, что он из себя представляет. Подкинул яблоко и остановил время. Хм, прикольно. Это означает, что сейчас весь мир остановился. Вышел на улицу. Походил вокруг замерзшей толпы. Встырил в магазине вишнёвую жвачку. Пришёл домой. Запустил время. Испугался звук упавшего на кухне яблока. Пора вводить действительно нужный чит-код. Чит-код на большое количество подписчиков на ютубе. Теперь их у меня 3 миллиона. Это и правда очень много. Но могло бы быть ещё больше. В общем, я решил отправиться куда-нибудь отдохнуть. Например, на отдалённый красивейший тропический остров, не тронутый человеком. Ввёл код. Вылезло уведомление о превышении количества активированных читов. Пришлось отключить все коды, которые я использовал до этого. И ввёл чит для перемещения на остров. Вот это круто! А как теперь отсюда выбраться? Короче говоря, чит-коды в реальной жизни. Привет, друг! Если тебе понравился этот видос, то не пожалей лайка. Также нам будет очень приятно, если ты подпишешься на канал. И вот слева и справа мы предлагаем посмотреть ещё пару роликов на нашем канале. Они тоже очень крутые. Спасибо за просмотр, ждём тебя снова. Субтитры сделал DimaTorzok